Израиль и Турция Отношения между Израилем и Турцией начали разваливаться из-за разногласий по поводу израильско-палестинского конфликта. Отношения между странами еще больше одолелись после того, как Турция приняла у себя несколько лидеров Хамаса. Палестинское исламское движение, правящее в секторе Газа, признан террористической организацией большинства странами. Несмотря на прошлые разногласия, обе страны сейчас стремятся восстановить полноценные дипломатические связи друг с другом. Объявление, сделанное 17 июля, произошло через два года после превозглашения авраамских соглашений при посредничестве США. В рамках этого соглашения Израиль нормализовал отношения с Марокко, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом, сообщает христианские заголовки 17 июля 2022 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Израиль и Турция. Очень важно именно отношения между этими странами. Почему? Потому что, братья и сестры, согласно Слову Божьему, есть тоже пропыть о Гоге из земли. Им Агог на канале «Любящий истину» будет ниже. Ссылочка, посмотрите. То именно Агог — это Турция. Она возглавит вот эту армию, которая пойдет против Израиля. И это не что иное. Будет как Армагеддонская битва. Но до этого, до этого Израиль заключит мирный договор, братья и сестры. Я уверен, что в этом непосредственно будет принимать участие Турция. Сейчас, более того, пришло время, когда Турция начала все больше и больше подниматься, а Россия... Потому что некоторые думают, что Гог — это Россия. А Россия, наоборот, скажем так, начала ослабевать. Поэтому вот это соглашение, сближение вот этих связей между Турцией и Израилем, это говорит тоже о том, что и некоторые, и другие союзы, которые Израиль заключил, это уже не что иное, как приближается время, когда будет заключен мирный договор, братья и сестры. Но это, конечно, полностью все уже совершится, когда будет Антихрист, который Израиль примет за Мессию. Но то, что уже сейчас происходит, это тоже говорит о том, что время, скажем так, открытие Антихриста, а, соответственно, до этого восхищение церкви, очень близко. И в этом очень большую роль играет именно Турция, братья и сестры. Турция, скажем так, это Турция и Иран, наиболее-таки влиятельные страны на востоке. Но Турция все-таки можно назвать страной номер один. Номер один. И ее сближение Израилем говорит о том, что, значит, если уже Турция будет очень сильно сближаться, то это говорит о том, что и многие более мелкие страны могут последовать этому примеру, и очень вскоре может быть заключен мирный договор между Израилем и другими странами, которые сейчас ведут, скажем так, такую войну или, по крайней мере, полувойну или холодную войну с Израилем и исполнение библейских пророчеств. Подписывайтесь на канал Любящий Истину, основной канал, и также на канал Любящий Истину 2, где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok